Продолжаем говорить о футболе-навестнике Кавказа в студии Гия Саралидзе. И как я обещал, обсудим мы в этой части нашей программы столкновение голкипера московского Спартака с форвардом Зенита, которое привело к довольно серьезной травме голкипера Сергея Дикань, голкипер московского Спартака, отразил, напомню этот эпизод, отразил выход, удар нападающего Киржакова Александра, когда тот выходил один на один, после чего произошло столкновение. Коленом попал в голову голкиперу Киржаков, после чего еще Дикань продолжил какое-то время играть, потом он пропустил пенальти как раз от того же Киржакова, потом попросил замену. Показали медицинское обследование, что несколько лицевых костей сломаны у голкипера, он находится в довольно серьезном состоянии, хотя и стабильном, но в общем сейчас последняя информация была о том, что нейрохирурги должны обследовать уже внимательно вратаря, и когда он сможет вернуться на поле, пока об этом вообще ничего не говорят, а сейчас речь идет о том, чтобы сохранить здоровье максимально человеку. Уже много высказано всяких версий по поводу этого столкновения, кто-то говорит о том, что Киржаков должен быть наказан, кстати, судья встречи даже не назначил ни штрафного, ни пенальти, не дал никакого предупреждения Киржакову. Действительно, многие специалисты, эксперты сходятся в том, что, конечно же, Киржаков неумышленно нанес эту травму. На самом деле Киржаков мог избежать этого столкновения, единственное, что он потерял концентрацию, то есть он сконцентрировался на моменте удара, что вратарь отбил, он стал следить за тем, куда улетает мяч, и выключился из эпизода, забыв, что у него под ногами уже лежит человек, галкипер противоположной команды. Если бы Киржаков все-таки в этот момент переключил свое внимание на галкипера, а в общем профессионал должен это делать, все-таки здесь должно срабатывать какой-то инстинкт того, что не нанести уже в неигровом эпизоде травму галкиперу. Киржаков мог избежать, безусловно, но говорить о том, что он умышленно это сделал, как в свое время, на мой взгляд, делал Велитон, это однозначно так. Ну, для меня, во всяком случае. Я несколько раз видел этот эпизод, внимательно его изучал, изучил мнение многих специалистов, футболистов, галкиперов, судей и так далее, которые говорили об этом эпизоде. Сам дикань сказал, что если бы Велитона наказывают, то надо наказывать и Киржакова за такой проступок. Я сейчас не буду комментировать вот это мнение галкипера, это его мнение, он имеет на это право, но мне кажется, что в данном случае все-таки он немножко предвзят. Во-первых, это противник, во-вторых, он пострадал действительно и, наверное, имеет моральное право требовать своего обидчика, как-то примерно наказать. Вот для тех специально, кто сравнивает поступки Велитона с поступком Киржакова. Киржаков после столкновения, в отличие от Велитона, который бежал, играл дальше, и вообще еще и пререкался, и грозил галкиперам, которых он только что сломал, еще с ними разобраться и так далее, Киржаков сразу начал сигнализировать суде о том, что произошло столкновение, чтобы обратили его на это внимание, чтобы выпустили медицинскую бригаду и так далее. Он несколько раз подошел к диканю, извинился, он извинился после игры и так далее. Поэтому сравнивать эти два поступка, на мой взгляд, абсолютно нелогично и неправедно. Это совершенно разные случаи, на мой взгляд. Поэтому Киржаков, безусловно, в какой-то степени виноват в том, что он допустил это столкновение, просто выключившись из момента. Повторюсь, на мой взгляд, он все-таки мог бы избежать этого столкновения, если бы следил не за тем, что происходит с мячом, а все-таки обратил внимание на то, что у него под ногами происходит. По поводу наказания, да не знаю. Мне кажется, что в данном случае судья был прав, когда он наказал Киржакова, потому что это футбол, к сожалению, это происходит, такие столкновения, это контактный вид спорта. Особенно в голкиперы, ну, они рискуют больше других, наверное, в данном случае. Вспомните, сколько голкиперов играют в масках после вот таких столкновений, сколько было очень серьезных черепных травм, как раз поломанных лицевых костей и так далее. Ну, это вот такая судьба у голкиперов, особенно смелых голкиперов, которые играют вот так вот, идя на мяч вперед, руками и головой, ну, вот иногда случаются такие вот инциденты, в которых они страдают. К сожалению, еще раз скажу. Но, на мой взгляд, все-таки Киржакова не за что наказывать. Другое дело, что, наверное, вот этот случай, этот инцидент должен еще раз сказать, да, и показать форвардам, что все-таки надо бережнее относиться к голкиперам. Конечно, надо играть до конца, конечно, надо настойчивее быть, но все-таки человеческая жизнь и человеческое здоровье дороже, на мой взгляд. Поэтому, ну уж, когда совсем не игровой эпизод, надо голкиперов, да и вообще соперников, своих коллег по футболу беречь. Насколько это возможно в профессиональном футболе, где, как известно, крутятся такие большие деньги и ставки очень высоки. Но еще раз повторю, что даже в этом случае здоровье и жизнь людей в приоритете находятся. С вами был Гия Саралидзе, это Вестник Кавказа, и каждую неделю мы говорим о главных событиях в мире футбола.